Члены общественной танцевально-спортивной организации «Одаренные дети Сочи» – это юные таланты, собранные из разных школ и танцевальных коллективов города. Сегодня они решили продемонстрировать ровесникам то, чему научились за год сложной, но интересной работы. Учат здесь ребят разным танцам, но акцент делают на народные. Хореографы решили, что сегодня это самое востребованное направление, которое необходимо развивать, распространять и совершенствовать. Именно сохранить те истоки танца, именно танца Краснодарского края. Поэтому мне приходилось выезжать на семинары кубанский казачий хор, приходилось выезжать на семинары именно в филармонии, там учиться истокам этого казачьего танца, казачьего костюма и все, что связано именно с народными казачьими традициями. Сохранять культуру родных мест, одаренным детям Сочи, помогают и общеобразовательные школы. В первую очередь девятая и десятая с казачьей направленностью. Там же с недавних пор базируются народные ансамбли «Вольница». Программу сегодняшнего отчетного и, как говорят хореографы, воспитательного концерта назвали «Цветы Победы» и посвятили его 70-летию Победы Великой Отечественной. Ведь дети и есть цветы той Победы, отмечают руководители коллектива. Несколько номеров ребята посвятили ветеранам и невернувшимся с фронта солдатам. Признаются, их подготовка оказалась самой сложной. Мне очень нравятся наши танцы, потому что в них есть какой-то смысл, смысл военной темы. То есть мы хотим передать вот те времена, что было в то время, как было тяжело. Несмотря на то, что это не очень-то и легко, но надо постараться, надо понять смысл этого всего. И тогда, ну, проникнуться душой в танец. Тогда все станет ясно. Девиз коллектива «Одаренные дети Сочи» – дарить радость людям. И, как показал первый год существования, ребята с этой задачей справляются. Инга Табешия, Николай Тихонов, телекомпания «Эфкатур».